Друзья, добро пожаловать на канал Вкусно и Дружно. Всем привет! Привет! Друзья, мы продолжаем делать заготовки на зиму. И сегодня мы с вами приготовим баклажанно-фасолевый гарнир. Для этого нам потребуются баклажаны, сладкий перец, морковь, лук репчатый, чеснок, фасоль отварная. Ну и все. Приступаем к приготовлению, друзья. Для начала поставили сковородку на газ. Наливаем растительное масло. Ждем, когда наше масло разогреется. Все овощи я, друзья, заранее порезала на кубики, для того, чтобы не занимать ваше время. Маслица разогрелась. Отправляем лучок. Лучок жарим до прозрачности. Минут 10, не больше. Лук у нас уже стал прозрачный. Отправляем морковь. Перемешиваем. Накрываем крышечкой. И теперь дадим под крышечкой протушиться 15 минут. Потому что морковочка должна протушиться. А вы, друзья, пока ждете, не забудьте нажать на колокольчик и подписаться на наш канал. Вам это ничего не стоит. А для нас эта поддержка очень важна. Друзья, наша морковь наполовину готова. Полумягкая она стала. Сейчас отправляем к ней сладкий перец. Перемешиваем. И опять накрываем крышечкой. И тушим 15 минут. Овощи наши протушились. Открываем крышечку. И высыпаем синенькие. Синенькие я предварительно промыла. Накрываем крышечкой. И тушим минут 20-30. Будем смотреть по готовности. Оставайтесь с нами, друзья. Очень-очень вкусный гарнир из синеньких и фасоли. Скоро будет готов. Открываем наши синенькие. Они протушились. Добавляем пасты томатной. У кого есть помидоры, можно помидоры. У меня помидоров нет. Я добавляю томатную пасту. Мы в изначальном наборе продуктов, друзья, ее не показали. Но, конечно же, ее используем. Друзья, также обратите внимание, баночки мы, как всегда, поставили стерилизоваться. Чтобы к моменту готовности синеньких и баночки наши также были готовы. Добавляем ложечку сахара. Солим. И теперь крышечкой не накрываем, для того, чтобы лишняя влага испарилась. Добавляем к нашим синеньким фасоль. Добавляем чесночок. Чесночок по желанию. Но синенькие любят чесночок, поэтому с чесночком вкуснее. Перемешиваем. Сейчас фасолька наша прогреется. И мы будем раскладывать наш гарнир, баклажанно-фасолевый, в баночки и закручивать. Друзья, наш гарнир из синеньких и фасоли готов. Раскладываем его по баночкам. Не пугайтесь, друзья. Я, как и говорил, у нас война, а это ее звуки на фоне. И причем и днем, и ночью. Да, к сожалению, чем дальше, тем хуже. Но мы держимся, друзья. И вы держитесь, не сдавайтесь. Все будет хорошо. Других вариантов просто нет. Закрываем крышечкой. Посмотрите, друзья, какая красота у нас получилась. Первая баночка гарнира из синеньких и фасоли готова. Сейчас мы будем раскладывать оставшийся гарнир по баночкам и покажем вам финальный результат. Оставайтесь с нами, друзья. Будет очень вкусно. Друзья, баклажаново-фасолевый гарнир готов. Вот такой он у нас получился. Посмотрите, друзья, какая красота. Я думаю, вы согласитесь с нами, что это даже на картинке выглядит безупречно и очень вкусно. Очень вкусно. Подтверждаю. Зимой вы его можете использовать как самостоятельный гарнир и как гарнир ко вторым блюдам. К рыбе, к мясу и к чему угодно. Он очень вкусный. Если вы сделаете по нашему рецепту, вы оцените его. Спасибо, что вы были с нами, друзья. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк нашему видео и оставить комментарии. И главное, друзья, готовьте вкусно и дружно. Всем мира, здоровья, добра, друзья. И до новых встреч. Мы не прощаемся. Скоро увидимся. Всем пока-пока. Пока-пока.